Это итоги недели в студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Упрощенный порядок, популярный предмет и повышение ставки. С 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума. Насколько? Разлетелось на цитаты. ВНС стала коллективным гарантом стабильности и суверенитета. Мы ни у кого ничего не требуем. Мы хотим жить на своей земле. Кто пишет историю страны? Сквозь года. Беларусь почтила память жертв катастрофы на Чернобыльской АЭС. В деревню идешь, шаги слышны друг друга. Черный миг или вечность. Фестиваль опыта. Бобручанка-победитель областного конкурса «Лидер образования». Директор у нас очень сильный, профессионал своего дела. Чем руководитель покорила жюри. Славянские традиции верующие отмечают вербное воскресенье. Конечно же, это великий двенадесятый праздник. Кто победил смерть? Роботизированный мир – очередная проблема и мировая трагедия. 19% произведенных продуктов питания и остатков пищи отправляются в мусор. Как нерациональное использование влияет на планету? Время выбрало нас. ВНС стало первой площадкой в стране, где в открытую говорили о реальной геополитической ситуации вокруг Беларуси. Делегаты приняли оба документа – концепцию национальной безопасности и военную доктрину, где прописаны стратегические решения, которые будут влиять на действия всех в стране при любых ситуациях. О реалиях сегодняшнего дня Виталий Гаврусев. 24 и 25 апреля к экранам телевизоров и смартфонов приковано внимание, кажется, каждого жителя. Да что там белорусы? Затем, как страна пишет свою историю без преувеличения, наблюдал весь мир. Но обо всем по порядку. 24 апреля. Утро раннее настроение бодрое. Всебелорусское народное собрание, хоть и проводится в седьмой раз, в этом году впервые в статусе конституционном. Делегаты уверены, форум даст четкие ответы на ключевые вопросы дня сегодняшнего и дня завтрашнего. Сегодня в нашей Республике Беларусь очень значимое событие. Я бы сказала, наверное, новый старт в развитии нашей страны, потому что впервые Всебелорусское народное собрание соберется в конституционном статусе. Это будет новый отчет в развитии Республики Беларусь. Настроение у нас во всех приподнятое. Мы сейчас будем отъезжать на Всебелорусское народное собрание. Сегодня будут рассмотрены ключевые вопросы развития нашей страны. Наша главная задача делегатов НС – передавать все то, что будет происходить на Всебелорусском народном собрании. А чувства, конечно, переполняют гордости и радости за себя, за свой народ, за то, что вместе мы идем к поставленным целям. И вот наступает долгожданный момент уже во Дворце Республики делегатам Всебелорусского форума, который проходит в этом году под девизом «Время выбрало нас» становится понятно. Они не только свидетели, они участники исторического момента. Слово берет президент. Первое заседание ВНС в новом конституционном статусе фактически делит историю политической жизни страны на до и после. Это эволюционное движение и развитие. Первый президент, руководитель всех уровней – выходцы из самых простых семей. В Беларуси есть только один путь к высоким должностям – через умение и желание честно работать на благо своей страны. И кем бы мы ни являлись, находящиеся в этом зале, где бы ни работали, между нами нет дистанции. Здесь у всех нас один статус – участников Всебелорусского народного собрания. Делегаты и приглашенные. Этим достижением национальной демократии я горжусь больше всего. Александр Лукашенко называет ВНС защитным буфером от возможных опасных процессов, которые идут вразрез с интересами общества и государства. Все ваши решения в иерархии правовых актов страны займут высшую позицию и приобретут общеобязательный характер. Их должны будут исполнять все граждане, все органы и институты власти. Скажу больше. ВНС получила исключительное полномочие приостанавливать решения любого органа или должностного лица. Никто из мировых лидеров, кроме нашего президента, не имеет смелости так открыто говорить с народом. Это его отличительная черта. Сила наций не в капиталах, не в военной мощи, не в амбициях, а на истинных ценностях, стремлениях к справедливости и вере в себя. Когда на землю ступил враг советская страна, еще не оправилась от разрухи гражданской войны. Люди не жили в роскоши. Но они победили. Победили всю Европу, богатую, ставшую под знамена нацизма. Свою страну отчистили от фашистов. И тех, кто еще вчера смотрел на советский народ свысока, мы тогда тоже оздоровили. Победили, потому что сражались за родную землю. И она давала силы. Давала силы на поле боя, силы пережить горе, силы восстановить, разрушенные и силы не мстить. Глава государства призывает не путать миролюбие белорусов с пацифизмом. По мере роста угроз наша страна будет принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь. Вы не толкаете нас к асимметричным мерам. Мы должны быть сильными. Мы ни у кого не просим земли. Мы ни у кого ничего не требуем. Мы хотим жить на своей земле. Наш народ белорусский выстрадал это право. И мы его отдать никому не позволим. Укрепление суверенитета и независимости. Эти посылы проходят красной нитью через весь доклад. Наступает время сильных. Не агрессивно, а духом. Настоящая мощь измеряется стремлением становиться лучше. Делать мир лучше. Принимать его национальное, конфессиональное, идеологическое многообразие. Помогать тем, кто слабее. Мы, белорусы, так понимаем силу нации. Белорусский лидер в своей речи касается темы союзного государства и тесного сотрудничества. Большое внимание вопросам сохранения суверенитета и независимости. Что важно для каждого государства. А в нынешних условиях приобретает особое значение. У нашей Родины, подчеркивает президент, кроме нас никого нет. Только мы знаем, каким должно быть будущее Белоруссии. Какой должна быть наша страна. Как сделать ее сильнее. Только мы это знаем и никто другой. Да, было трудно. Но будет не легче. Но будет интересно. В составе Народного вечера 1166 делегатов. От простого рабочего до государственных деятелей. Бабруськ представляют 10 человек. В их числе представитель Белорусского союза женщин Мария Кемцева. Инженер теплоэнергетики для себя сформировала три вопроса. Молодежная политика. Права женщины во всех ее проявлениях. Но блок защиты детей вынесла на первое место. Защита наших детей в интернет-пространстве. Потому что сейчас очень часто и киберпреступления совершаются. Детей наших немножко зомбируют. Все это в интернет-пространстве. Наталья Коновалова 30 лет руководила 27-й школой. Человек с внутренним стержнем, при этом очень скромный. Сегодня лидер ветеранского движения. О своих заслугах говорить не любит. Куда важнее будущее государства. Для меня участие в работе собрания – замечательная возможность внести свой вклад в развитие нашего государства, в укрепление мира, стабильности и безопасности в стране. Доступность и качество медицинской помощи всегда были важными пунктами социальной политики любого государства, по реализации которых можно судить о благосостоянии нации и условиях для жизни в стране. Вопросы развития здравоохранения также важны для делегатов Народного собрания, среди которых немало медиков. В их числе заведующий терапевтическим отделением БЦБ Наталья Подубская. Здоровье, здоровье нации – это крепкая нация, это крепкие границы, это производство, это и легкая промышленность, и тяжелая промышленность, это все здоровье, поэтому, конечно, прежде всего, здравоохранение, но и еще, и кроме того, что человек должен быть здоров, он должен быть всеобразован. На заводе крупногабаритных шин открытого акционерного общества «Белшина» Дмитрий Мозоль имеет репутацию человека слова и дела. Для себя выделил три аспекта. Первый аспект – это молодежная политика, предприятие и в целом в стране. Второй – это выделим наши глубинки, деревушки наши. И третий аспект – это образовательная политика, в большинстве относящаяся к нашим детям, так как являясь молодым отцом, воспитываю сына, который ходит в первый класс. Темы, которые волнуют представителя депутатского корпуса города и преподавателя хоровых дисциплин детской школы искусств имени Аловникова Ирины Козловой, не только и сферы образования, культуры и искусства. Электоральный суверенитет – это, конечно же, наша военная политика, это сохранение целостности нашего государства, потому что вопросы безопасности нашей страны стоят на первом месте. Так как я являюсь матерью, я являюсь учителем, я хочу, чтобы наши дети росли в мирной стране. И, конечно же, над нашими головами было чистое, светлое небо. В первый день заседания делегатам предстоит выбрать председателя ВНС и его заместителям. Слова Александра Лукашенко после его выдвижения тут надо слушать. Ну, я не оспариваю. Время сложилось так, что вы поддерживаете, я это, извините, вижу по аплодисментам действующего президента. Но запомните, вы всегда должны держать свое слово. Вы не должны никого бояться. Если вы чувствуете и понимаете, что выступившее только что, или я до этого, в чем-то неправы, вы должны об этом говорить. В этом суть народного вечера. В этом суть всего того, во имя чего мы собрались. Поэтому завтра, если не сегодня, вы должны сказать свое слово. Потому что, голосуя за председателя, его заместителя, членов президиума, за концепцию национальной безопасности, за военную доктрину, вы несете ответственность. Поэтому, я, конечно, на вас не перекладывал эту ответственность. Я 30 лет отвечал за это один, принимая эти решения. А теперь будем вместе. И вместе будем за это отвечать. Будьте всегда со своим словом. Будьте сильными и мудрыми. И никого не бойтесь. Надо помощь, зовите, мы придем. Мы сильны традициями и исторической памятью. Современный мир диктует такие условия, при которых каждый житель нашей страны несет персональную ответственность за будущее государства. 25 апреля. Второй день ВНС седьмого созыва. В повестке дня вопросы об утверждении концепции национальной безопасности и военной доктрины. Два основополагающих документа, регламентирующие подходы государства к обеспечению собственной безопасности в различных сферах с учетом геополитических изменений в мире. Над концепцией национальной безопасности работали не только ведущие эксперты и профессионалы в сфере безопасности, но и представители гражданского общества, неравнодушные граждане. Мы вынесли эти документы на обсуждение белорусского народа. Все, кому небезразлично будущее страны, могли ознакомиться с текстом документа и поучаствовать в дискуссиях, внести конкретное предложение по его дополнению. В новой концепции нацбезопасности скорректированы понятия источника и угрозы национальной безопасности. Впервые даны определения риска и вызова. Уточнены и приведены к единому знаменателю все определения. По словам госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича, первый документ рассчитан минимум на 10 лет. При разработке концепции руководствовались не революционными, а эволюционными методами. Сохранена преемственность по отношению к действующей версии. Поступившие конкретные замечания внимательно изучены и учтены в тексте документа. Итоговый доработанный вариант согласован и одобрен всеми членами Совета безопасности. В целом, в ходе работы документ обновился более чем на 70%. В разработке доктрины принимали участие почти все государственные органы. Она закрывает белые пятна в вопросах применения военной силы в мирное время. Провокации, вооруженные акции со стороны соседей не конфликт, но на них надо реагировать стратегическим сдерживанием. Как именно это делать, прописано в документе. Товарищ президент Республики Беларусь, уважаемые делегаты Всебелорусского собрания, представленное рассмотрение проекта военной доктрины отражает согласованную позицию всех государственных органов по вопросам обеспечения военной безопасности нашей страны. Он соответствует Конституции и взятым Республикой Беларусь международным обязательствам. По нашей оценке, новая военная доктрина позволит планировать и реализовывать комплекс своевременных мер по недопущению развязывания военных конфликтов, осуществлению подготовки к обороне, а при необходимости обеспечивать надежную вооруженную защиту нашего государства. Во-вторых, продемонстрировать международному сообществу миролюбивую политику и отсутствие враждебности кому-либо, одновременно четко обозначить нашу готовность задействовать весь потенциал военной организации государства для обеспечения военной безопасности, в том числе превентивно. Президент страны, председатель ВНС Александр Лукашенко, подводя итоги заседания 7-го Всебелорусского народного собрания, отмечает, в летопись государственного строительства внесена новая страница. Уважаемые делегаты, и концепция национальной безопасности, и военная доктрина Беларуси, повторю, важнейшие документы стратегического планирования. А стратегические вопросы сегодня в компетенции не только президента, но и важнейшие Всебелорусского народного собрания. Поэтому я вас очень прошу внимательно отнестись с той информацией, которую я вам представил, и более конкретную, которую представят здесь руководители трех силовых ведомств. Решать сложные задачи, изложенные в концепции и доктрине нам. Потому что, как мы говорили, время выбрало нас. Делегаты Всебелорусского народного собрания возвращаются на свои рабочие места. Но их миссия не завершается. Два дня работы были насыщенными, и они фактически задали тон дальнейшей деятельности народных представителей. Атмосфера была очень теплая, очень такая дружественная, дружелюбная, много улыбок, много приветствий, много очень известных лиц. Никому не нужна война абсолютно, никому не нужна эскалация, никому не нужно наращивание какого-то оружия в нашей стране однозначно. Мы мирные люди. Но, как сказал президент, не нужно путать миролюбие белорусское с пацифизмом. Это, конечно, громко прозвучало, очень эмоционально тоже, как и вся речь президента и докладчиков. Для делегатов наступает ответственный момент, время делиться впечатлениями, с трудовыми коллективами. Мы надеемся на мир и благополучие в нашей республике Беларусь. Полномочия делегатов определены конституционно. Они сохраняются за ними на протяжении пяти лет. Все это время предстоит отстаивать интересы страны и народа. Было очень много жизнеутверждающих, определяющих наши истинные ценности фраз. Но больше всего мне запало в душу, что в любых делах, больших и малых, мы будем истинным национальным фронтом. У нашей Родины больше никого нет. Разговор о деталях форума в трудовых коллективах только начинается. Что впечатлило? С кем и о чем удалось пообщаться? С какими целями мы идем в будущее? На эти и другие вопросы ответят делегаты Седьмого Всебелорусского народного собрания. Виталий Гаврусев, Константин Шевцов, Станислав Чичерин, Максим Калинин. Итоги недели. Новый уровень, мировой лидер и неоспоримая польза. Мирный атом продолжает приносить дивиденды. Сколько выработала БелАЭС за время работы? Громкие итоги недели дали в специальном обзоре. Беларусь входит в топ-5 экспортеров молочной продукции. Только в прошлом году Республика поставила свои изделия в 59 стран мира. Ассортимент отрасли включает более 2000 наименований. Отечественные предприятия оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет повысить производительность труда, улучшить условия, увеличить объемы производства и уменьшить электропотребление. С 1 мая вырастет бюджет прожиточного минимума. В среднем на душу населения увеличение на 3%. Это около 420 рублей. Для трудоспособной части порядка 450. Детский варьируется по возрастной категории до 18 лет. Что касается пенсионеров, то с начала следующего месяца для них БПМ установлен в размере более 300. Мирный атом продолжает приносить дивиденды. БелАЭС позволила заместить почти 8 миллиардов кубометров природного газа. Суммарно она выработала 28,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Она используется для развития энергоемких производств Жилфонда транспорта. Первый энергоблок, напомним, ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021-го, второй осенью прошлого года. В республике внесли ряд изменений в порядок госрегистрации транспортных средств. Владельцы новых авто смогут обращаться в ГАИ в период до 30 дней со дня приобретения, получения или ввоза. Ранее было 10. Чтобы снять машину с учета для утилизации, необходимо будет подтвердить утрату ее эксплуатационных характеристик вследствие ЧАЭС, ДТП и других происшествий. Новые положения вступят в силу 17 июня. Самым востребованным учебным предметом для прохождения централизованного тестирования в этом году стал английский язык. На него зарегистрировались почти 14,5 тысяч абитуриентов. Второй по популярности стала физика, бронзу забрала математика. В 2024-м свои силы испытают около 55 тысяч абитуриентов. На неделе Беларусь вспомнила трагическую дату. 38 лет назад произошла авария на Чернобыльской АЭС. Радиационное загрязнение затронуло большую часть Европы. Основной удар пришелся на нашу страну. В опасной зоне оказалось почти четверть территории. Об истории атомов Елизавета Липеева. 26 апреля 1986 час 23 минуты 47 секунд. На Чернобыльской АЭС раздается мощная серия взрывов. Черное мгновение разрушает реактор издание четвертого энергоблока. В атмосферу взмывает 190 тонн радиоактивных веществ. Взмывает АВПЧ-2? Да. Что у вас там говорит? Самая крупная техногенная катастрофа черным лезвием разделяет мировую историю на до и после. Радиоактивное облако накрывает более 20 стран. В тот момент никто не осознает масштаба и непоправимость трагедии. С невидимой смертельной опасностью первыми соприкасаются работники АЭС. Незамедлительно в бой с угрозой идут спасатели. Пожарная охрана. Алло, Иванков? Да, да. Значит, вы выезжаете в Припять? Алло. Да, да, я слышу. На атомной станции выезжаете. Там третий и четвертый блок, горит крыша. В ликвидации последствий катастрофы участвуют представители различных профессий более полумиллиона человек. Каждый настоящий герой с первых дней в поле радиации оказываются и сотрудники органов внутренних дел. Охраняют государственное личное имущество, контролируют пропускной режим на загрязненных землях. Большая техногенная катастрофа. Людей не предупредили, что они могут покинуть свое жилище на долгое время, а может быть и навсегда. Большинство людей думали так, им так говорили, что вы просто уедете на день, может быть, и вернетесь обратно. То есть, получалось так, помимо того, что они оставили свое имущество, оставили на подворье какую-то живность свою, они оставили еще документы, деньги и так далее. То есть, наша самая главная задача заключалась в том, чтобы все это сохранить. Синюка принимает на себя основной удар. 23% территории Беларуси пропитываются опасными веществами, неизгладимой болью. Навсегда отголосок взрыва остается на белорусской земле в судьбах миллионов. Очень жутко, пусто и тихо, даже птички не поют. В деревне идешь, шаги слышны друг друга. Как-то оно не по себе. Мы находились в марте 87-го уже внутри 30-ти километровой зоны отселения в самой эрекционной зоне. Там и жили. Участники страшных событий помнят каждый день, проведенный в зоне, как будто это было вчера в память о тех, кого уничтожила радиация, красные гвоздики. Картина была неприятная, можно сказать, ужасная, так как люди плакали. Наверное, по той даже еще причине, что много людей еще помнили Великую Отечественную войну. И вот эту эвакуацию они сравнивали, наверное, с теми событиями, которые были во время войны. Чернобыльской молитве внемлют спустя 38 лет. Помнят каждого, кто ценой собственной жизни боролся с ядерной угрозой. Ветеранам Бобруйской милиции вручают почетные грамоты, денежные премии, выражают безмерную благодарность за участие в ликвидации последствий самой громкой техногенной катастрофы. Елизавета Липеева, Максим Калинин. Итоги недели. Определить победителя в Бобруйске прошел финал конкурса «Мы молоды, мы талантливы». Каждые два года конкурс педагогов собирает лучших из лучших. В этом году участие приняли 17 учреждений образования. В финал прошли шестеро самых выдающихся преподавателей. Отбирали кандидатов по результатам кропотливой работы. И, как показала практика, неспроста. Каждый смог показать, его предмет интересный, запоминающийся и увлекательный. Ведь не зря Управление по образованию Бобруйского горисполкома номер один в стране. Дорогие коллеги, сегодня вопросам кадровой политики уделяется самое, что не есть, огромное внимание. Все вы прекрасно это знаете. А молодым специалистам и молодым педагогам особенно. Наша задача системы образования, руководители учреждений создать такие условия, которые позволят вам самоэлизоваться, достичь определенных высот и, безусловно, стать прекрасным членом нашей педагогической семьи. А педагоги города Бобруйска, я очень люблю эту фразу, это моя такая фраза, педагоги города Бобруйска и дети города Бобруйска это самые лучшие педагоги и самые лучшие дети. Участники подготовились основательно, ведь впереди была нелегкая борьба. Все кандидаты представили яркие и оригинальные визитки представления. После самые увлекательные, настоящий урок. Юные педагоги продемонстрировали весь свой потенциал, креатив, сообразительность и в очередной раз доказали, место в финале на 100% оправдано. В школе должны работать люди разных поколений. Хорошо, когда есть какой-то паритет, когда есть люди более опытные, люди молодые, тогда школа живет, тогда ученики получают хорошие знания, тогда они будут вспоминать школу очень часто и с хорошими словами. Колоссальную поддержку своим любимым учителям оказали ученики. Поболеть за преподавателей высшая форма благодарности. Глядя на амбициозных и талантливых молодых педагогов, можно с уверенностью сказать, дети Бобруйска в надежных руках. В продолжении темы. Директор гимназии номер один стала победителем областного фестиваля управленческого опыта руководителей учреждений общего среднего образования. На заключительном этапе восемь финалистов проводили защиту проекта творческое самопредставление. Жюри единогласно присвоили Бобруйчанке звание лучшей. Историей успеха прониклась наша съемочная группа. Директор – это не должность, и это даже не профессия, это образ жизни. Анна Шатила – душа школы. Это признают и дети, и взрослые. Свой путь в сфере образования она прошла от учителя английского до директора гимназии. И вот уже пять лет, как я руководитель этого чудесного учреждения. С любовью к избранному делу директор не просто организовывает учебный процесс, находит индивидуальный подход к каждому педагогу, а их немало – 85. Под девизом лидера команда готова к любым свершениям. Директор у нас очень сильный, профессионал своего дела. Анна Николаевна – тот человек, с которым комфортно, приятно работать, и с ним можно идти в бой. Чтобы везде успеть, конечно же, впереди тебя должен быть лидер, должен быть капитан корабля. И Анну Николаевну мы видим именно таким человеком, потому что это тот человек, который всегда в пути, и с ним точно всегда и везде ты будешь у цели. В арсенале достижений у первой гимназии множество громких побед областного республиканского уровня и награды фестиваля молодых педагогов в конкурсе «Учитель года». Коллектив лучше и в методических разработках. Вдохновляет и действительно поддерживает, действительно наполняет, ведет за собой. И всегда является ярким примером, действительно, которому хочется соответствовать. Презентация проекта, который направлен на совершенствование жизни школ, покорила жюри на состязании лидер образования. Все это невозможно без команды единомышленников. Поэтому наш проект называется «Мы вместе». Он родился не спонтанно. Это действительно образ жизни гимназии. Он направлен на всех участников образовательного процесса, учащихся, педагогов, родителей. Бобруйский Хогвартс. В первой гимназии 985 детей. В каждом стараются раскрыть талант. Учащиеся не выпускают из рук книги, стремятся к знаниям новым вершинам, впитывают как губки наставления педагогов. У меня был случай в жизни. Я приходила к Анне Николаевне спросить у нее совета. И, если честно, он мне очень сильно помог. Поэтому я могу сказать, что наш директор – самая лучшая из всех, кто только может быть. И я очень рада, что именно она возглавляет нашу гимназию. Прежде всего, в своей гимназии я горжусь директором, потому что благодаря нему мы участвуем в разных мероприятиях, конкурсах. В гимназии я хожу на многие дополнительные секции, например, на актерское мастерство. Благодаря этому я стал более раскрытым, более общительным человеком. Безмерно горжусь своей школой и ее заслугами. Каждый из учителей дает неимоверный уровень знаний, который благоприятно сказывается на нашем развитии. Труд всегда и во всем приносит результат. В учебе, спорте, рецепт один – желание. Когда учреждение образования горит общей идеей во главе с талантливым руководителем, это видно сразу и по количеству достижений, и по счастливым лицам каждого члена большой школьной семьи. У нас кредо нашей гимназии – это самая лучшая школа в мире, это школа, где есть мы. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Итоги недели. Символ мира. Православные отмечают вход Господень в Иерусалим. Для славянских народов праздник также известен как вербное воскресенье. В храмах Бобруйска, как и по всей стране, прошли богослужения. Это торжество отмечают ровно за неделю до Пасхи. На службе принято стоять со свечами и ветками вербы, как символ торжества. Конечно же, это великий двунадесятый праздник, который свидетельствует о безграничной любви Бога к человеку, поскольку Христос входит в Иерусалим и Он идет на крестные страдания. Он знает прекрасно, что Ему предлежит вытерпеть и что с Ним произойдет. И люди, когда уже узнали о том, что входит Христос в город, они уже были наслышаны о тех чудесах, которые явил Христос. После литургии священники прочитали особую молитву и осветили принесенные верующими вербочки. Они символизируют победу жизни над смертью. Христиане забирают их домой и ставят рядом с иконами. Телеканал Бобруйск-360 продолжает новый проект, материалы которого воскресят в памяти зрителей славные имена, присвоенные улицам нашего города. Знают ли жители, что освобождавшая наш город на Березине 65-я армия была единственной в советских вооруженных силах, которую возглавлял со дня создания и до конца войны один командарм. И это был Павел Иванович Батов. Продолжить тему Дарья Алексеенко. Дважды герой Советского Союза, почетный гражданин Бобруйска. Он возглавлял освобождавшую наш город на Березине 65-ю армию со дня ее создания и до окончания войны. Это все о Павле Ивановиче Батове. Павел Иванович родился 1 июня 1897 года в деревне Фелисова Рыбинского уезда Ярославской губернии в бедной крестьянской семье. С 13 лет жил в Санкт-Петербурге, где нанялся на работу в торговый дом братьев Леоновых. Экстерном сдал экзамены за 6 классов. С 1916 года принимал участие в боевых действиях Первой мировой войны на Северном фронте. Находясь на должности командира отделения разведчиков, за отличие в боях награжден двумя георгиевскими крестами и двумя медалями. С началом Великой Отечественной войны Батов организовал противодесантную оборону Крымского полуострова. Впереди было много сражений и побед за плечами много освобождаемых городов. До сих пор удивляет стремительность наступления на Бобруйск, начавшийся 24 июня 1944 года. В первый день 65-я армия прорвала оборону совершенно ошеломленного таким маневром противника на глубину 10 километров. В прорыв был введен танковый корпус. В своих мемуарах Батов писал, что выбирая направление главного удара, командование все больше внимательнее присматривалось. К болотам на левом фланге и в центре оперативного построения армии, где располагался 18-й корпус генерала Иванова. И именно там, где противник не ожидал, решили наступать. Для этого по совету уроженцы Бобрущины изготовили несколько десятков лыж из лозы, макроступов, которых разведчики могли быстрее пройти белорусскую трассину. 27 июня были перехвачены дороги, ведущие с города на север и запад. И в тот же день начался штурм хорошо укрепленного опорного пункта. Бобруйская операция завершилась уничтожением немецких 35-го армейского и 41-го танкового корпусов. Таким образом, освобождение Бобруйска заняло меньше недели. В 10.00 29 июня 1944 года начался последний штурм Бобруйска. И в этот же день Павлу Ивановичу было присвоено звание генерал-полковника. Совсем не случайно в 1945-м на балу победителей в Москве Сталин, представляя иностранным гостям и союзным военачальником советских командующих фронтами и армиями, назвал его нашим маленьким Суворовым. Конечно, столь высокая оценка была дана и потому, что верховный главнокомандующий знал, что решающую роль в легендарной операции Багритион играла 65-я армия Батова. Ведь Рокоссовский передал в его подчинение танковые, кавалерийские, стрелковые корпуса и оперативном отношении 16-ю воздушную армию, освобождавшей и Бобруйск. Генерал Батов участвовал в освобождении нашего города Бобруйска. Павел Иванович Батов прибирался в освобождении Бобруйска, прибирался через болото на Макроспутах. Он участвовал в освобождении города Бобруйска и освободил. Генерал Батов дважды Героя Советского Союза. Сегодня не только улицы нашего города, но и современная 35-я школа справедливо носит имя Павла Ивановича Батова. Продовольственные кризис, студенческий протест и опасный маневр. В Лондоне из Королевской Конной Гвардии сбежали лошади, если пострадавшие. Далее громкие заголовки мировых новостей. Студенты столичных вузов в Аргентине объявили забастовку. Молодые люди недовольные, по их мнению, на образование выделяется недостаточно средств. Сокращение бюджета доходит до 75%. Педагоги жалуются на низкую оплату труда, учащиеся призывают обновить компьютерные классы. Активисты акцентируют внимание, качественное обучение позволит в будущем менять страну к лучшему. 19% продуктов питания и остатков пищи отправляются в мусор, уверяют в ООН. При этом из-за нехватки продовольствия на планете страдают более 800 миллионов человек. Большая часть приходится на домовладение. Ежегодно каждый человек выбрасывает 79 килограмм. При этом непереработанные отходы продолжают наносить ущерб мировой экономике, а также способствуют изменению климата и загрязнению природной среды. Очередное происшествие произошло с пассажирским Боингом. Самолет потерял колесо от шасси при вылете из аэропорта Юханесбурга. Наземный персонал проинформировал пилотов о повреждении и борт вернулся. Аварийная посадка прошла благополучно. Во время ЧП никто не пострадал. Это, к слову, не первое ЧП с лайнерами американской компании. Роботов-гуманоидов от Тесла могут начать продавать уже к 2025 году. По словам владельца компании Илона Маска, сейчас проходят испытания. В перспективе наладка массового производства. Андроиды будут задействованы в работе в таких отраслях, как логистика, складирование, розничная торговля и производство. В Лондоне из Королевской конной гвардии сбежали лошади. В результате инцидента пострадали пятеро человек. Животных напугали резкие звуки стройки на одной из улиц вблизи Букингемского дворца. Одна из лошадей врезалась в автомобиль и разбила ему задние стекла. Другая столкнулась с городским автобусом. Полиция перекрыла район. Скакунов удалось поймать спустя два часа. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бавруйск-360 и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова